Это приходило мне несколько раз, когда Кирк делился об этом. И так как он молился за нескольких людей, И он проговаривал такие слова, «Я разрушаю грехи от себя». И это мы находим в Евангелии от Иоанна, 20 глава. И стих, о котором идет речь, это 23. Но давайте мы поговорим о контексте. Так как Ешуа появился своим ученикам, потому что они спрятались в комнате, и дверь была закрыта. А Ешуа просто появился. И он сказал, «Мир да будет с вами». И потом он показал им свои руки, и его свое ребро. И он еще раз сказал, «Мир да будет с вами». Мир вам. И дальше он сказал, «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». И когда он это сказал, тогда он вдохнул на них Дух. И сказал, «Примите Духа Святого». И дальше в 23 стихе, «Кому простите грехи, тому простятся». «На ком оставите, на том останутся». Слово, которое на английском переведено как «простите», когда мы изучаем его на греческом, это означает «отсылать». И это можно услышать в словах молитвы Кирка, когда он говорит, «Я отсылаю твои грехи прочь». И это то сильное служение, которое мы имеем для каждого. Просто отсылать грехи прочь. Очень часто мы исповедуем наши проступки друг к другу. Если кто-то исповедует свои проступки вам, не оставляйте этого человека, не отославайте грехи прочь. Просто духовно очищайте друг друга. Иисус это сделал, и в этом есть сила. Во многих более таких религиозных церквях они ограничивают власть нескольким человекам. Мы верим, что Бог дал эту власть каждому из нас. Поэтому, когда я говорю, что я отсылаю грехи от тебя, мы просто верим, что Иешуа послал нас исполнять вот это слово. Теперь давайте поговорим опять о тех маленьких Даниилов, которых мы воспитываем. И Даниэл. Если мы хотим достигать этого, нам нужно достичь сердца ребенка. Мы не можем давать им просто набор правил на расстоянии. Слово «дисципл» или, которое буквально переводится «ученик», оно очень созвучно со словом «дисциплина». «Ученик» — это тот, кто обучается. Поэтому мы хотим, чтобы наши дети, естественные и духовные, чтобы они обучались, учились. Учились до того дня, пока они не покинут эту жизнь. Я не склоняюсь к тому, чтобы остановиться в обучении. Теперь послушайте, дисциплина, она необходима. Но вы должны запомнить то, что очень важно, что дисциплина — это не то же самое, что наказание. Дисциплина, она может состоять также и с наказанием. Но давайте подумайте о тренере в любом виде спорта. Там будут исправления. Там будет очень много практики. И это то, что мы делаем как родители. Мы обучаем их, как функционировать в теле Мессии. И если мы говорим о библейской дисциплине, это любовь. Это не когда мы кого-то что-то требуем. Это не просто говорить о том, что вы меня, я устал от всех вас. Помните, что когда мы говорили о любви и агапе, она заключается в том, что вы желаете наилучшего для того, кого вы любите. Поэтому дисциплину, которую вы преподаете своим детям, это по той причине, что вы их очень сильно любите. Вы хотите, чтобы они были успешными. Одна из вещей, которую мы изучили совсем недавно, у нас появился новый друг, которого зовут Стив Бэклэнд. Он служит в церкви Беттель в Калифорнии. Мы действительно его очень сильно любим. И он сделал такое наблюдение, что семьи, они празднуют или отдают должное внимание прогрессу или росту. А религиозная или религия, она празднует правила и внешний вид процесса. Он помогает мне, потому что Бог ему говорит то же самое, что он говорит ей. Давайте представим, что у нас есть ребенок, которому один год, и он обучается ходить. Он делает шаг или два, и падает на землю. И мы говорим, да, да, ты молодец. Нет, никто не говорит, ты упал. Мы радуемся прогрессу. Когда мы радуемся прогрессу, это делает очень простым или доступным для них принимать исправление. Я считаю, что это часть того образа, когда мы говорим, что Дух Святой как мама. потому что она радуется всему прогрессу на протяжении всего времени. Но мы не можем так делать. И вы не будете так поступать. Это то, что я имею в виду, что библейская дисциплина – это любовь. И каждый раз, когда они поступают правильно, мы радуемся, мы празднуем это. Как же нам достичь сердца ребенка? Первое – это то, что мы их почитаем и уважаем. Когда мы говорим о почтении или уважении, мы вспоминаем заповедь, что «почитай отца и мать». И да, это слово от Господа. Но также вы почитаете ребенка. Когда этот ребенок возрастает, это не просто много плоти. Это человек, созданный по образу Божьему. И с того времени, как вы начинаете проявлять, стали родителями для этого ребенка, необходимо, чтобы вы их также уважали, проявляли им почтение. Я люблю детей. Я – такой особенный человек, который мне нравится 12- и 13-летних детей. Я – такой особенный человек, который любит 12- и 13-летних мальчиков. В Соединенных Штатах 12- и 13-летние мальчики, они имеют достаточно сложный характер. Я считаю, что они также трудные подростки в Украине. Девочки тоже. Девочки тоже. Потому что они недостаточно тихие. Но они недостаточно, они уже не дети, но еще не взрослые. И очень много взрослых просто устают от них. Я верю, что одна из причин, почему эта вековая группа любит меня, это в том причине, что я их люблю, они мне нравятся. Я отношусь к ним так, к этим подросткам, как будто кто-то относится к лошадям. Я просто вижу, кем они будут. Я гарантирую вам, если вы займете такое отношение, вы достигнете их сердца. И это применим к духовным детям. И так же следующее, что вам необходимо понимать, вам нужно понимать его природу. Мы были рождены с греховной природой. И когда рождается ребенок, он очень маленький, и он такой новый или новорожденный. Но при этом он грешник. Греховная природа, естество, оно в нем. А у них еще нет достаточно больших возможностей и способностей. Но если вы этого не понимаете в этот момент, то вы будете удивлены, когда они начнут действовать как грешники. И вы просто начнете паниковать. Теперь, когда мы рождаемся в этом греховном состоянии, мы хотим двух вещей. У нас такое эгоистическое проявление, что я хочу того, что я хочу, и я этого хочу. Я голодный, накормите меня, я голодный, накормите меня, накормите меня. Пока вы меня не накормите. Это в нас. Второе, чего мы хотим, это контроль. Я хочу жить своей жизнью. И если это возможно, то я буду управлять вашей жизнью. Та часть, которую мы делаем, исполняем как родители, это то, что мы хотим научить их, что они не смогут получить в тот момент то, чего они хотят. И даже вот в том моменте, когда мы даем им баланс, когда они хотят кушать, и мы их кормим. Мы не будем ожидать от ребенка, который голодает, чтобы он был терпелив. Поэтому мы восполняем их потребности. И когда они растут, мы их учим, что вы можете ждать несколько минут, это не время обеда. И мы начинаем учить им, что он сам себе не начальник. И, естественно, он не начальник мне. Если вы любите и обучаете своих детей, то вы научите, чтобы они уважали вас, почитали. И следующее о природе ребенка. И, опять же, ребенком может быть 22-летний парень, который только что принял Иешуа. И по той причине, что мы только что приняли Иешуа, это не означает, что наша греховная природа ушла, пропала. Поэтому мы их обучаем. И мы радуемся прогрессу. В притчах 22-6 мы видим, что каждый ребенок – это индивидуальность, личность. обучайте ребенка в том пути, в котором он движется, согласно его способностям и путям. Моя дочь, она артистка. Она рисует, рисовала на стенах. И она начала рисовать на стенах и на зеркалах. Когда ей было три, она рисовала на моих стенах. И мне нужно было научить ее, нет, ты этого не можешь делать, продолжать делать. И я сидела в своей комнате и смотрела за ней. Трехлетней девочкой. И я думала, где же Перри? И я подумала, да, у Перри есть карандаш. О, Перри рисует на стене. И когда я это осознал, я пошла искать и смотрю, что по всем стенам, во всем доме, карандашом нарисована, ну, линия, и везде она. И знаете, что работает хорошо в этой ситуации? Я взяла тряпку, и я взяла моющую, и объяснила ей, что ей со мной нужно это вытереть. И всегда, когда мы это делали, ну, в этом процессе я говорил, что ты не можешь рисовать на маминых стенах. И я думаю, что это странно, что сейчас люди платят ей, чтобы рисовать на стены. И я сделал это настолько радостным, чтобы она это запомнила. Чтобы держать ее комнату в чистоте, то для нее это было достаточно много работы. Мы не переставали с ней вот так сопротивляться по поводу уборки комнаты, пока она не получила пророческое слово о порядке в комнате. И Бог ей объяснил, что когда она будет на миссии, в служении, то ей нужно держать вещи в чистоте. И когда вы хотите воспитывать, выращивать детей, вам нужно быть уверенным, что Бог вам в этом содействует и помогает. Знакома ли вам книга «Пять языков любви» доктора Гэри Чемпана? Изучите и поймите, какой язык любви ваших детей. Также в руководстве по СОЗО есть раздел, который говорит о языках любви. Потому что, представьте, если есть родители, которые не знают, какой язык любви ребенка, то дети будут чувствовать себя нелюбимыми. Поэтому уделите время, чтобы изучить язык любви вашего ребенка. Я вам обещаю, что вы таким образом достигнете сердца ребенка. Теперь еще одно. Когда мы говорим о биологических детях, очень важно для мамы и папы быть в единстве. Потому что, помните, что они хотят быть вне контроля, если это возможно. Потому что, если они могут разделять, то разделяй и властвуй. Да, это вызов, если вы в разводе. Для меня это очень страшно, когда родители в разводе и то, что происходит с детьми. И там, где ваши родители разведены, вам нужно быть уверенным, что дети ходят по Духу Святому. Потому что реальность в том, что дети нуждаются в обоих родителях, в маме и папе. Одно из тех свидетельств, которым я люблю делиться, это то свидетельство моего духовного ребенка. У нее четверо детей от трех разных мужчин. Она была замужем за отцом первого ребенка, а потом развелась с ним. Ее свидетельство заключалось в том, что она была в проблеме, не он. Она оставила его. У нее был роман с замужним человеком. Она была беременна. И она больше не увидела этого мужчину. И потом она вышла замуж за другого мужчину, за третьего. И у нее было двойня. Потом этот мужчина употреблял наркотики, и сейчас он умер. Во время третьей беременности она встретилась со мной. Мы не можем исправить все то, что она сделала в прошлом. Она знала, что она была неправа, и ей нужно было принять прощение от Господа. Все четверо детей, ее детей сейчас ходят с Господом. Разные уровни близости. Один из сыновей, который никогда не видел своего отца, увидел, осознал принципы Созо, и он знает и уверен, что Бог-отец — это его отец. И он знает, что Бог-отец исцелил его от всех тех вещей, которых он упустил в жизни. Когда День Отца когда дети почитают Бога-отца. И в этот день он проводит день с Богом. Ну, с Богом. Очень прекрасно, приятно наблюдать, что Бог сделал в ее жизни. Она намного... Она младше, чем... Она... Ей около 40 лет. Ей уже почти... Ну, около 50. И она приняла решение, чтобы не встречаться ни с кем, пока ее дети не станут взрослыми. И она сказала Господу, что теперь тебе нужно быть моим мужем. Если бы она была здесь, она бы сказала, что Бог остается верным. И в то время, когда она остается в постели одна, и она ощущает эти взаимоотношения. И Бог-отец, Он там для нее. И где бы мы не встречали таких людей, мы просто проговариваем исцеление, мы проводим их через СОЗУ, показываем их, как оставаться в СОЗУ. И мы радуемся им, их победам. И вы будете удивлены. Хорошо, когда мы учим людям о своих маленьких детей, когда мы еще раз обучаем детей о их детях, и мы обучаем таким принципам, которые в Америке иногда очень противоречивы. Мы учим послушание с первого слова. Никто из нас не совершенен, не делает это тоже совершенно, но это то, к чему мы стремимся. Запомните, что мы обучаем наших детей, чтобы они слышали от Господа и были послушны. если я говорю своему ребенку дважды сделать что-то, перед тем, как я попрошу его это сделать, и я ему объясню, что ему нужно верить мне и доверять все время. и вам нужно иметь мысль, что перед тем, как вы хотите что-то сказать, один раз. И когда еще дети маленькие, вы должны им говорить, что мама сказала, чтобы ты был послушен мне. Вы не должны их, ну, отталкивать или, ну, вы просто их обучаете, чтобы они слушались и были послушны с первого раза. Это очень важно. И это сохранит их в безопасности. Один из таких примеров, которые используются, это когда отец приходит домой и он видит трехлетнего мальчика, который залез по лестнице и находится на крыше. Отцу можно сказать, что сын, сядь, пожалуйста, и подожди меня. Потому что если ребенок не умеет быть послушным с первого раза, он может упасть. он так же может проявить это непослушание в следующий раз. Это очень важная тема. Когда мы их обучаем, научаем, мы это делаем в страхе Господнем. если они вам не доверяют в таких малых вещах, как вы ожидаете, что когда вы будете говорить им о Боге, они будут вам доверять? это не идет речь, чтобы достичь или воспитать таких совершенных детей роботов. Это речь сейчас есть о том, чтобы иметь таких детей, которые будут верить вам, когда вы говорите им важные вещи. И запомните, что также вы должны обращать внимание на разные возрастные группы. когда вы учите их быть послушным. Когда это возможно, объясните им почему и моральную причину для того, что нужно что-то сделать. потому что в этот момент начинается общение. Мне нравится отрывок, я думаю, что это Второзаконие, шестая глава, и когда Господь говорит отцам, чтобы они обучали детей на всех путях их. И следующее, то, что вам нужно необходимо понимать, в притче 22, 15, запишите, там написано глупость привязалась к сердцу юноши. Есть разница между глупостью и детством. такое ребячество или оно тогда, когда они просто ведут себя, балуются, и, может быть, они там молоко там украли. глупость это уже, когда они переступили грань бунтарства. Когда в Псалмах написано, что глупость поселила сердце, и там уже нету Бога. когда вы исправляете вашего ребенка, вам необходимо понимать, это глупость или такое баловство. это может быть так, что он говорит, что мама, тебе нужно прыгнуть в озеро, а я буду делать то, что я хочу. Или это просто те ошибки, которые допускает ребенок. То, как вы на это отвечаете, вот в этом есть разница. в Соединенных Штатах нет очень много людей ниже которые физически уничтожат своих детей. Если вы не будете работать для уничтожения 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 если я считаю, что если вы не достигаете сердца ребенка, то вы не имеете права его ударять или наказывать физически. Лично я применяла библейскую дисциплину к своим детям. ребенком я считаю, что это наибыстрый путь чтобы воспитать ребенка и пойти дальше. уничтожение я не получала наказание от своей мамы. А он получал наказание от отца. поэтому когда кто-то хочет ударить ребенка это вводит меня в дискомфорт. запомните, проявлять такое физическое или другой вид наказания это в случае такого явного бунтарства. и мы говорим сейчас уже таких более взрослых детей а не младенца. Если они разлили молоко просто помогите им вытереть его. Если они не застелили кровать то просто помогите им застелить кровать. Верите в это или нет но это поможет им чувствовать себя получше. но если вы говорите так что мне не важно что ты сейчас чувствуешь но я сделаю то что я хочу в отношении тебя то лучше такую позицию не занимать. когда вы исправляете они должны понимать за что именно в чем они были неправы ты был мне непослушен когда сделал вот это поэтому ты будешь сейчас здесь на этом сидеть на этом месте пять минут наш бог отец никогда не исправляет нас тогда когда мы не знаем в чем мы провинились каждый раз он это объясняет давайте пойдем на перерыв подпишись будут они они что они